Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я повторяю, что приходится мне выходить сюда один раз в две недели. В воскресенье, когда батюшки нет, потому что когда он здесь, две сярно звучит проповедь, но стали просить и в интернете, и здесь. То есть пришла одна сестра и настоятельно стала говорить. Ну я подумал, надо помолиться. И Бог так сделал, что о чем говорить. У нас всюду везде надписи между иконами. И объяснить вот эти надписи. При выходе из храма, в коридоре здесь, там написано так. Так, Бритча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Много не запомнишь, но то, что здесь, постарайтесь заучить. Всякое слово Бога чисто. Первое предложение. Всякое. Чисто означает, чистей его нету. Точнее, нельзя найти. А знаешь ты его или нет? Вот сам себе поставь вопрос. Когда говорят, да разные говорят. Вот в интернете молодежь любит искать что-то. Жалуются родители, смотрят непотребное. А почему? Слово Божие не заняло место. Во свете Слово Божие все это исчезнет и даже не помянется никогда. Ты увидишь все остальное не просто ниже, а отвратительнее, презреннее, ненужнее. Я много времени провожу в интернете. Один ролик у нас даже больше миллиона посещаем, просмотров. Это уже цифра большая. Остальное там поменьше где. И все. Люди замещают. Это вы православные. И вы Библию так знаете, говорите. Этого нигде нету. Нету. Самые известные сегодня пастыри выходят. Даже называть не буду, вы их знаете. И на Слово Божие практически не ссылаются. Сидят люди, как одетые. Кто они такие? Мужчины бритые. Ни на что не смотрят. У нас занятия шли в университетах. Один человек пришел, пахнет дымом. Мы сразу переговорили. Хотя бы за день в рот не бери папиросы. Иначе вход закроется. И приходилось выходить, где вахта, а там список кого пропускать. И отказывали. Потому как Слово Божие говорит, что мы примеры можем брать с отрицательных героев. Мы ищем, а кому подражать. Это хорошо. Но Слово Божие перечисляет однажды отрицательных героев, в кавычках, веры. Десятая глава первой посадии Коринфянам. И апостол Павел пишет 6-11 стих. А это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. В другом месте далее 11 стих и говорит об этом. Это написано для нас, достигших последних веков. Так отрицательных героев много, больше, чем достаточно. И чтобы мы так не поступали. Я даю некоторые данные, статистика. Мне очень нравилась математика в школе. И эту любовь пронес через всю жизнь. В Великой Отечественной войне вначале говорили, погибло в России 8 миллионов. Потом 12, потом 20. Сейчас остановились на цифры 28 миллионов. Ну, включаются и те, которые от ран, спустя несколько лет умерли. 28. Ничего подобного. Вся Европа вместе столько не пожертв. А почему? Не было сбережения народа, как Сложеницын писал. Толкали, мины в поле не разминировали, людей пассажировали штрафная рота. Где подорвутся, потом в место уйти. Это даже вообразить нельзя. Мы знаем, что самая отвратительная власть была та, которая здесь была. Она не щадила людей. Она безобразничала, умерщвляла. Нас бы было сегодня, показывают, 650 миллионов. А их 150 даже не набираться. Полмиллиарда потеряли. Конечно, другие нации тут будут жить. Понятно. Мы берем образы и принороваемся к сегодняшней жизни. Не просто мы заучили. Всякое слово Божие чисто. Никакой человекоубийца в царствие Божие не войдет. Никакой. А вы знаете церковь, кто наполняет? Это у нас еще тут отдельная исповедь идет. Друг друга знаем, занятия. Да когда нету православных-то? Как говорят, на вторую букву алфа это большинство женщин. Потому такой ропот. Библии нету. Содружества нету. Кончилось выше, никто нет. Нигде собрания нету. Нету. Занятий ни одного нету. И люди ничего не знают. Слово Божие чисто. А как к нам относятся? Очень просто. Давайте положи руку на сердце, чтобы она не трепыхала в лишний раз. И сказать. Сто человек выходит из православных. Мы несколько человек оставим. Ну, в разных храмах. И в разные храмы зайдем. Не храмы, а молитвенные дома. Баптистов, допустим. Адвентистов седьмого дня. Кто? Ну, и с людьми поговорим, и о них спросим. Это не одного дня работы. Она делалась. Сравнить, кто чище живет. Ни в какое сравнение не приходится. У нас бабушка упадет, она может выматериться. И разговоры только о том, какой плохой зять, какая плохая невестка. Делятся друг с другом только этим. А там люди другие. Да, конечно, еретики и сектанты. Сейчас не об этом говорим. У них Библия в руках. И написано. Вы очищены через слово, которое я пропадал. Человек очищается. Когда он считает. Это зеркало, в которое мы смотрим. И вот мы выходим из храма. И сразу считаете. Всякое слово Господа чисто. А ты когда его считал? Ты с чем-то сравнивал его? Я хочу провести вас сегодня по той тропе, на которую вас зову. Со мной вместе пройти. И далее написано. Он. Щит. Уповающий на него. Бронебойный. Толщиной, может быть, в метр. Если в войну, чем больше была броня, тем больше шансов танкисту остаться живым. Чтобы не пробило. Ну, метр ни одна не пробьет. Так он щит. Не может быть не метр, а километр брони. Толщиной. Он щит. Он Бог мой. И когда он тебя защищал. Где ты попадал в какую-то перепалку. Перекрестным огнем тебя уничтожали. И ты понял, что он щит. Знаешь или нет? В ГУЛАГе заставляли все, что были саглядатами друг за другом. Сексоты. Как пишет Солженицын. Когда его вызвали. А если ты не соглашаешься, как отец Арсений рассказывает. Забивали человека. И он говорит, я говорю. Ты что, не патриот? Патриот. Патриот. Ты не гражданин страны нашей. Гражданин. Одно слово не так, еще 25 лет накрутят. Так почему же не говоришь? Я забыл вам сказать. Я уверовал во Христа. Ну и что? Христос запрещает. А жизнь вечная. С местной жизнью еще не значит. Вы меня хоть убейте. Я теперь не могу. Вы меня простите. Я говорю, впервые спрятался за Христа. За этот щит. Я христианин. И все на этом. Есть такие святые, которые не знали, что отвечать. Малограмотные. Говорят, давай договоримся. Что бы ни спрашивали, будем говорить. Я христианин. Как тебе имя? Я христианин. Еще имени нету. А тот говорит, у демонов нет. Это как демоны христианы. Опять спрашивает. Где работаешь? Я христианин. Если разобрать, то правильно. Если я христианин, я не буду табачьи изделия сдавать. Водку выпускать. Тут тоже за этим надо глянуть. Но они не глядят. Их казнили обоих. Астиона и его учителя, который был. Вот будете выходить, просчитайте. Здесь на выходе. И написано. Не прибавляй к словам его, чтобы он не облечил тебя, и ты не оказался сжецом. Не прибавляй к словам его. Каким? К Святой Библии. У ней три названия. Слово Божие, Священное Писание и Святая Библия. Что интересно. За христианством, которых насчитывается сегодня 2 миллиарда 200 миллионов, вплотную подходит мусульманство. И оно перейдет скоро. У них 2 миллиарда. И они совсем не знают Писание свое. Но нас знают, что мы люди Писания. Так и называют христиан. Именно название, тот, кто им давал там, называет люди Писания. Я стал размышлять. Когда написано это? В 7 веке. В 7 веке, кроме Библии, ничего и не было. Значит, про нас говорят все люди Писания. А дальше написано. И Всевышний дал им инжил. Инжил это Евангелие. И пусть они по нему живут, не обманывают друг друга. Это серьезный укор. То есть обманывали, воевали и убивали шли их. Они говорят, вот пусть они по нему живут. Нам то не надо. Главное, они признают, что нам Бог дал. И теперь я их книгу не трогаю, не называю. А говорю прямо, идите по всему миру и благовествуйте. Пропадайте Евангелие. Мне это дано. А где это написано? Пятая сура, 47, 66, 68 и 137 аяты. Это главы стихи как где-то. Полезно? Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам. А ты не знаешь, прибавляют или не прибавляют. У нас есть деревня. Человек один, который... Так говорит Писание. Писания нет. Он к Богу приписывает то, чего нет. Ну, можно на старость писать. Ну, и старость пожинает плоды юности. Говорит совершенно противоположное Библии. Вот как есть такой псалтырь Богородицы. Его только в печку сжечь. Его нигде не в церкви, нигде не считают. Весь псалтырь Давида переделали на Богородицу. Под кровом Всевышнего, под кровом Богородицы. Вот. Все так. Это богохульные просто. Нет, считают. А почему не сравнивают? Для меня был переходной рубеж Евангелия Отяна 12.48. Я много считал, много литературы, разными языками занимался. И вдруг я считаю. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Оно. И мне открылось, что мне остальное это не потребуется, когда я умру. Одно только Слово Божие. Теперь я полагаю всю жизнь на то, чтобы заниматься. А сколько вы занимались? Иногда по 10 часов в день. Выпроси у Бога любовь. Вся остальная литература, классика, все померкнет. Все фильмы, как будто не существующие. Если, конечно, бывает религиозно, это другой вопрос. На библейской основе. Не прибавляй к словам его. Когда мы считаем Слово Божие, не прибавляй. Не убавляй не написано. Но в Тарзаконе 4.2 и в Тарзаконе 12.32 говорит так. Не прибавляй к словам его и не убавляй от того, что он сказал. Дважды не убавляй. А как убавлять, если не знаешь целиком? Ты должен знать, что там есть. Слово зазвучало не так. И нет ничего. Однажды ко мне приехал в гости человек, имеющий какое-то отношение ко мне. Он уверовал через того, Баптист, которого уверовал через меня в моем доме. Вы знаете, о ком речь идет. Я его решил испытать, как он Библию знает. А вы знаете, есть в Библии книги, которые похожи. Примудрость Соломона и притча Соломона. И примудрость Иисуса Сирахова. Они не дублируют друг друга, но похожи. Я решил так, навскидку ему. Считаю. Так, это Сирахова. Я еще раз. Я его раз в пять попробовал. Первый раз в жизни вижу. А тебя бы спросили, и ты узнал. Я наизусть знаю. А так быстро ты не определил бы даже. Они похожи очень. Потому что все это Слово Божие. Он точно распределил, где. Я говорю, как ты узнал? А то, что я знал раньше в Баптистах, это не знал. Поэтому у меня это на поверхности. Какие примеры нам Бог дает при этих встречах. Не прибавляй к словам Его. И вдруг мы считаем такое страшное. Откровение Иоанна Богослова. 22 глава, 18-19 стих. А что опаснее? Прибавить или убавить? Даже вопрос так задают. Я говорю, Библия нам подскажет. И кто прибавит что? К тому, что в этой книге, если об откровении говорится. Бог наложит на него язвы, о которых написано. Ох, как страшно. А о спасении не говорится. Может, ты с язвами излечишься. А кто отнимет? Отнимет Бог участие в книге жизни. Значит, разница большая-большая. Добавлять и убавлять. Я исследую. А что исследовать, когда ясно? Нет. А где это на сегодня? Я нашел. Библия об этом говорит. Есть люди, которые любят, чтобы все было пусто, вот то другое. Вот на нас говорят, зачем эти платочки женщины, волосы красивые. Она бы тут стояла. Мы бремена накладываем, но они не тяжелые. Красота какая, как она выглядит где-то. Платье длинное, какая разница. И выходят женщины у сектантов, чуть ли не в трусах. Мы должны разобрать. То есть они это убрали. А как же написано? Прилично. Одеваться. Теперь женщина молится, если с непокрытой головой. Ну, это было сказано Коринфянам. Ах, вот как. Мы добавляем. Мы православные. А добавляли кто? Фарисеи. Мы фарисеи. Самые настоящие. Два раза в неделю пощусь. Среда, пятница. Десятину давать. Ну, не дают, а мы-то даем, знаем. А саддукеи все отнимают. Саддукеи, что Библия, 77 книг. Сектанты 11 книг вырвали из нее. Убавляют. А саддукеи ничего не признавали, кроме Торы. Пять книг Моисеевых. Бытие. Исход. Левит. Число. Второзаконие. И они ничего больше не признавали. Это саддукеи. Но из фарисея. Павел говорит, а фарисея от фарисея. Он не боялся этого слова. И кто получился? Самый великий апостол. В Новом Завете 27 книг. Из 14, больше половины, принадлежит его Перу. Апостолы все получили определенный ареал. Там действовать, проповедовать. Марк там где-то, Александрия, Пама к Индию. Андрей к славянам. А Павел облетал всю вселенную. Ему как Бог положил. Для всех я сделал со всем. Чтобы приобреть, по крайней мере, некоторых. И вот когда читаешь это, и ты начинаешь тогда, как бы глубже смотреть. Ну, а если у стихтанта отняли 11 книг, а 66 это достаточно им нет? Достаточно. Но это нехорошо, что отняли. Ну, можно по ним пластить? Можно. Ну, а если одно Евангелие осталось бы? Можно. Ну, если одна глава и один стих. Можно. Евангелие отняло 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в нем не погиб, но имел жизнь вечную. Два миллиарда. Они признают, что он сын. Уже одним стихом отбрасывается. И далее. Возлюбил умер, они говорят, не умер. В одном стихе миллиарды людей задействованы сегодня. Надо научиться мыслить глобально, в малом масштабе. Вот мы рассуждаем. Были там разные-разные люди. Чингисхан находил на Русь, закрывали ли храмы, нет. И льготы давал священникам. Сегодня открыто. Вообще, никакого налога на священников не было от Чингисхана. Удивительно. Такую льготу давал им. Поля, которые были, им принадлежали сел, и все за ними оставил. И налога не брал. Так это же языческий... Вот это и оно. Что удивительное. Самое большое зло, которое пришло, это в октябре. Во главе с определенным человеком. И что они делали. Все зло, которое в мире было, было здесь. И что новое поколение выросло. Я гляжу, слово Божие смотреть надо. Если войну, считают, погибло 18 миллионов, 28 теперь, 28. То за время перестройки в Российской Федерации убито в утробе матери 120 миллионов. Четыре мировых войны прошло, в общем, в очереве. Четыре. В Афганистан ввели войска, определенный контингент. Жалеют теперь все. И 9 лет воевали. 14 тысяч 700 человек погибло. 14 тысяч ни за что. Но ежедневно у нас здесь, сейчас, каждый день убивают в утробе 20 тысяч. 14 за 9 лет. И 20 тысяч ежедневно. Значит, слово Божие говорит, никакой убийцы, человек-убийца в царствие Божие не войдет. Значит, вход закрытый будет для миллионов людей, кто это делал. Итак, всякое слово Божие чистое. Если было, покайся больше, не приближайся к этому. Значит, если случилось, что так прибавляют и убавляют, беспрекословно. Вот люди, которые признавали только одно, что Тора, пять книг. И они не нашли, что у человека есть душа. Не увидели нигде, это не написано. А где душа написана, и христианство, они не признают. И когда ко Христу подошли, они составили такую притчу. Жена, там пять братьев, по одному они женились, на ней все умирали. А когда воскреснут, то чья она будет, жена? А Господь, в первую очередь, они там не женятся. Будут как ангелы. Они придумали, да если два умерли, да третий брат бы ее как шуму боялся. Что ради он брал-то бы ее, когда все умирают-то? Но надо как-то опровергать. Тогда Господь говорит, а вы разве не читали? Написано, я Бог Авраама, Исаака, Якова. Читали. Он как сказал, я был или есть? Я расширяю. Ну, есть. То есть, когда он разговаривал, в это время он говорит, я Бог Авраама, Исаака, Якова. Так? А где они Авраама, Исаака, Якова? А они умрили. А как он называет себя их Богом? Значит, они где-то живы. У Бога все живы. И, значит, даже малое, что люди там имеют, один стих, достаточно для спасения. Надо вникнуть в него глубину. Вот мы знаем, преступная группа людей пришла, завладела страной, я ненавидел их с пяти лет. Я поставил себе ребенок, поставил задачу всему учиться, быть смелым, сильным, тренироваться, чтобы найти самого вредного из них и убить. Быть террористом. У меня мечта была об этом. Только готовился, резал себя, все делал. И вдруг Господь говорит, тебя будут убивать, как сам, тебя будут гнать. Господь через Библию, через слово чистое приоткрыл. И я это увидел. Господи, где же я был-то? Из какой ты ямы поднял меня? Куда ты меня толкнул? А я теперь должен сказать, что я не только не должен их ненавидеть, как Давид говорит, полной ненависти ненавижу, а любить. Да я не могу, Господи. Кого же любить-то? Это же молить за них. Другого нам не дано. Я знаю, посты у нас не евангельские. Три поста. Они соблюдаются. Но они мне мешают с детьми заниматься. Теперь я выпрашиваю Бога милость полюбить эти посты. И, наконец, Бог дает. И здесь точно так же. В стране нормально идет жизнь. Это время императора Маврикия. Добрый, внимательный, как вот цари были хорошие. Но в это время где-то в полку там зреет мятеж. И полковник, звать его Фока, поднимает восстание, штурмует земли и дворец. Все он воцаряется и смольным плюхнулся в кресло. И дальше объявил. Убивает царя. Убивает царицу. Убивает дочерей. Это полностью по истории. Повторить это какое идет здесь. И праведник, слыша это, какие репрессии. Гулах он устроил. Он молится. Господи, ну почему ты дал такого зверя? Да что же он делает-то? И вдруг Бог заговорил. Я долго искал, кого им поставить. Но хуже не нашлось. За дела их, которые сами люди делают. Тут вот как надо повернуть. И коммунисты, и фашисты приходят на готовую почву, которую мы подготовили. А так бы он не зачался, ни Гитлера, никого бы не было. Жили правильно-то. А дальше Господь говорит и впредь. Не искушай Божьих судеб. Бог знает. Ты скажи, благодарю. Плохая власть, хорошая, преступная. Благодарю по делам нашим. Да еще жить как-то дают нам. Да удивительно как. Мы дети инвалиды, отца безрукого. Десять детей и все выросли. И ни один не умер, ни одного больного нет. Господи, слава Тебе. Ты многому нас научил. Многие попали в плен, узнали о Христе, уверовали. Почему Слово Божие чисто? И Он ищит. Теперь мы за Него скрываемся. Где об этом говорится? У нас есть брат, ведет занятия. Он все время говорит, Господи, не дай нам уклониться ни налево, ни направо. От истинного понимания Слова Твоего. Ну, один раз сказал, лево, право. Он завтра, послезавтра. И каждую неделю идут занятия. Он однажды налево и право. Я начал по Библии смотреть. Есть в Него оправдание. Брат, большое оправдание. Я засчитаю места, чтобы ты увидел. Числа 20-й глава, 17-й стих. Ни налево, ни направо, чтобы не уклоняться. Второзаконие 5-32. Второзаконие 17-20. 28-14. Матфея 25-23. Иисуса Новина 1-7. 23-6. И, наконец, в Новом Завете говорит. И даже разбойники налево, направо. Марка 15-27. Нам надо научиться оправдывать. Лево и право. Лево, это левая партия. Почему они левыми стали называться? Прямо открыто. Все коммунистического покроя левая партия в мире. А эти правые. И мы, корень, несем себе. Мы православные. Нам давно право. Вот посмотрите на изображение, где... Я не вижу тут распятие. И вот наклонная перекладина, то с правой стороны от Христа, она вот так вот поднята. В нижней перекладине. Право, это разбойник, покаявшийся. Справа. И он как бы в весы. И он на весах взвешивание идет к небу. А тот налево. Вот замерьте как. Вот здесь, да? Вот оно. Видите, справа. Вот оно где есть. Право и лево. Это я все научаюсь. И Слово Божие, что Слово его чисто и не прибавляет. Но если прибавляет, я исследую, в первую очередь, свои. Что они выбросили, понятно. Это уже на 100% неправильно. А что прибавили, может быть, просто бремена неудобно носимые. И как-то... Ну, можно же нести. Да обвинять не за бремена, а за то, что сами пальцами не сделают, чтобы пошевелить его. Итак, при выходе из храма поднимите глаза кверху и возблагодарите Бога, что у нас есть человек, который так красиво пишет. И вы знаете, кто Надежда Ивановна. Это ее надписи, сам я ей давал. В ней никуда ни одна буква лишней не бывает. Но если бы я писал, то вы долго еще смотрели, какая буква считается где. Итак, мы научаемся вникать в Слово Божие и жить по Нему. Ибо по Нему Бог будет судить и за это прославим Его. Какой бы у нас ни был правитель, меня все спрашивают, а как на этого правителя смотрите? Не мне судить. Я знаю одно. Мне дано прямое указание молиться за царей, за начальствующих. Но мне сказали, видели его библиотеку, правителя нашей, там мои книги стоят, перехтомные. Кроме того, послал ему насчитанную Библию, архитолог Гулах, и он однажды сказал, когда я ищу в самолете, есть возможность посчитать, послушать. Я думаю, может быть и слушаю. Итак, Слово Божие научает нас довериться Богу, положиться на Его Слово даже те, которые сегодня у нас самые противные, два миллиарда, и они нас называют люди Писания. Оправдаем это их доверие, их. Они не сказали, люди, у которых Писания нет. Да в седьмом-то веке нашел же их, кто основал религию, то есть, что люди Писания. Давайте это слово оправдаем, чтобы Писание у нас было и в разговоре, и в размышлениях, и в разгадке таинственно непонятного. Богу слава за все. Во веке. Аминь. 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 Продолжение следует...